В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и ведомства отчитались в проделанной работе главе округа Владимиру Волкову. Подробности в материале моих коллег. Более 1800 обращений поступило в Межмуниципальное управление МВД России Люберецкое на прошлой неделе. За отчетный период стражи порядка возбудили 22 уголовных дела. 16 преступлений раскрыто по горячим следам. Также было 170 дорожно-транспортных происшествий, из них два с пострадавшими. Большинство личного состава работает в усиленном режиме работы. Владимир Михайлович, готовимся к будущим праздникам. Система ЖКХ работала в штатном режиме. Аварий на сетях электровода, газоснабжений не было. В городском округе полностью завершена работа по плановой замене лифтов. Все 39 единиц оборудования уже в строю. А капитальный ремонт многоквартирных домов пока продолжается. Всего у нас было запланировано замена от отремонтирования 135 многоквартирных домов. В работе находится 45. Уже выполнены работы в 90 многоквартирных домах. По таким категориям, как ремонт фасадов, ремонт балконов, кровель, замена внутридумовых инженерных систем, ремонт отмосток. Сюда же входит замена лифтового оборудования. С 1 декабря выросли тарифы за оказание жилищно-коммунальных услуг. В городском округе Люберцы за однокомнатную квартиру дополнительный платеж составит 362 рубля. За двухкомнатную чуть больше 600 рублей, а за трехкомнатную около тысячи. В следующий раз корректировка цен будет 1 июля 2024 года. В соответствии с жилищным конусом Российской Федерации, плата за содержание текущий ремонт изменится только с 1 июля 2023 года, так как она меняется раз в год. Для семей, которые общий платеж превышает 22% за жилищно-коммунальные услуги, безусмотрные льготы, субсидии за оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого необходимо обратиться в окружное управление социальной защиты. В Люберцах началась работа по новогоднему оформлению улиц, парков и общественных пространств. До 12 декабря округ будет полностью украшен к праздникам. А дорожные службы тем временем готовятся к обильным снегопадам. По прогнозам, синоптиков они начнутся в четверг и продлятся неделю. Владимир Волков поручил своим заместителям держать вопрос содержания дорог на особом контроле.